Как и обещали, сегодня мы немножечко прыгаем в лето. 11 июня Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» пройдет в деревне Большой Айоши, Колыванского района Новосибирской области. И по этому случаю встречаем гостей. Это учредители автономной некоммерческой организации СИП «Патриоцентр», руководители Организационного комитета 7-го Международного военно-исторического фестиваля «Сибирский огонь» Юрий Ермолаев и Алексей Рогалев. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как дела? Отлично. Это правильный ответ. Давайте по мероприятию этого года будет много разных реконструкций, не одна. Не одна. Это отличает наш фестиваль от многих, которые проходят в стране. Вообще для людей, которые у нас не были, нужно немножко рассказать. То есть у нас в этом году соберутся исторические реконструкторы, то есть люди, которые полностью воплощают на себе одежду, предметы вооружения, предметы снаряжения, там доспехи. Это начиная от того, что надето на тебе и заканчивая жильем, палатками, которые были, например, в девятом веке. Предметы быта. Да, предметы быта. Они даже вот это делали. Реконструированы полностью. Они живут, они живут вот в этом историческом периоде, используют там посуду и так далее. Общаются на языке. Нет, на языке пока не дошли, но периодически скажем. Периодически, да. Но в этом году будет девять таких эпох. Очень много. То есть таких вот фестивалей, они называются мультифест, то есть фестиваль, который представляет мульти количество исторических эпох. Их вообще в стране там три-четыре. Какие можно перечислить? Эпохи. Поехали, главное не запутаться. Хронологически пойдем. Самое раннее, 9-10 век, это славяно-скандинавская историческая реконструктора. Это период прихода Рюрика на Русь. Дальше мы идем в эпоху Высокого Средневековья. То есть это и азиатские комплексы, и рыцари вот эти самые рыцари, и наши славяне, и наши период Куликовской битвы чуть позднее. Отдельно мы выносим еще средние века, у нас появилась площадка интереснейшая, почему-то всем девушкам очень нравится. Средневековая Япония с прям средневековыми самурайскими традициями, чаепитиями, там, поединками на мечах. Они хотят быть бейшей немножко. Вот, да, вот, да, анимешная тема, она вот в итоге, вот в истории она тоже имеет свое хорошее воплощение. Далее мы идем на интереснейшую, богатейшую эпоху Ренессанса. Это 16 век, это ланскнехты вот с такими гульфиками, ну, по радио не показать размер, все расфуфыренные, с прорезными одеждами. Их мадамы там в шляпах со струсиевыми перьями. Очень красивая эпоха. И люди, которые приходят туда, они не просто смотрят, их сразу вербуют в ланскнехты, они проходят курс подготовки ланскнехтов, таскают огромные трехметровые пики. Очень интересно. Даже если ты не готовился, у тебя есть шанс все равно. В этом вся прелесть, да, это та самая, ну, то есть одна из самых мощных интерактивных площадок, которые завязаны в первую очередь. Там прямым текстом, ребята, что мы будем показывать, как мы между собой тыкаемся на пиках, это будет интересно нам. Для зрителей нет. Зрители сразу взяли, построили, рассчитали на первую, вторую, и часок погоняли. По системе 16-й сертификат выдали, все-таки перьянскнехт. Ну, то есть интерактив, он во всех эпохах присутствует, то есть это модное слово. Грубо говоря, все можно трогать, щупать, поучаствовать, там, шашкой помахать, кольчугу примерить, там, ну, в таком ключе. Потом, видимо, мушкетеры там, да, идут? Да, сейчас, не запутаться, 17-й век, период, значит, покорения Сибири, период основания сибирских острогов, очень богатый тоже период для нас, мы его только развиваем, но... Та самая наша история. Наша история, именно, да, Новосибирская область. У нас 315 лет Умревинскому острогу будет в этом году, это первый вообще русский острог на территории современной Новосибирской области. Ну, такая дата, мы ее, как сумеем, постараемся, так сказать, тоже на фестивале отметить. Далее у нас период Наполеоновских войн наступает, ну, точнее, отечество на 1812-го года, значит, тоже пушки, гренадеры, гусары, все, все как надо, то есть, ну, не так масштабно, как на Бородинском сражении, но, тем не менее, слава богу, можем, как бы, зрителю есть что показать в этом плане. Дальше, Первая мировая война, в этом году у нас будет 100 лет с момента окончания Первой мировой войны, она закончилась в 1918 году, тоже какую-то отдельную экспозицию ей посвятим. Дальше у нас идет Великая Отечественная война, естественно, здесь мы тоже хотели обратить внимание, что Борис Богатков, не только улица Бориса Богаткова, это все-таки наш автор, и один из двух боев, которые будут посвящены периоду Великой Отечественной войны, посвятить именно подвигу Бориса Богаткова. На этом вся история не заканчивается, у нас пошла история локальных конфликтов, уже более современная, и там у нас ребята представят период событий во Вьетнаме, соответственно, там, 1969 года, которые начались, и сейчас пошла очень тема богатая по Афганистану, потому что это тоже уже наша, как бы, современная история, у нас есть живые герои наши, живые ветераны, наши афганцы, да, эта тема очень интересная для молодежи, и вот основной приток патриотических клубов, кто целенаправленно занимается, ну, параллельными направлениями с нами, они как раз занимаются темой Афганистана, там тоже будет даже историческая реконструкция, бой покажем, как сумеем, но покажем, так сказать, обычно всем нравится. Сколько участников ожидается? Порядка 600 человек. Ну, по предварительной регистрации, где-то 600 реконструкторов, это вот мы со всей Сибири собрали, зрители, ну... Да, Сибирь и вообще вся Россия, и не только. Зрители, сейчас расчет идет по организации парковочных мест, по полиции, ну, то есть по обеспечению до 50 тысяч зрителей, то есть... И все они будут размещаться в палатках там? Нет, зрители приезжают на один световой день, а... А участники в палатках живут там несколько дней, да, как бы на территории фестиваля. Вообще, нас сейчас отнесли, газета «Коммерсант» нас отнесла к семи крупнейшим военно-историческим фестивалям на территории России. То есть это вот независимый экспертный ацент. Мы вас с этим поздравляем, это очень почетно. Спасибо, спасибо. Будет все девять эпох, и в каждой эпохе еще, не в каждой, точнее, по одному бою, да, вот в Великой Отечественной будет целых два. Не по всем, то есть у каждой эпохи будет свой, как бы, своей экспозиции, свой лагерь, своя площадка, да? Это будет происходить одновременно, я вот к чему веду? Одновременно. И площадки работают одновременно. У нас в 11.00 торжественный парад с проходом всех участников и техники, участвующих, занятыми в всем фестивале. И после этого, грубо говоря, с 12.00 у нас открыты все площадки, начинают работать экскурсии по рыцарским лагерям, экскурсия в лагерь американской пехоты времен войны во Вьетнаме и так далее. А основные, ключевые мероприятия, самые крупные реконструкции и показательные выступления, они все-таки стоят в четком хронометаже. Грубо говоря, в начале каждого часа у нас происходит что-то интересное, большое и в отдельно взятом месте участка именно на полигоне. Да, потому что там пиротехника, техника и много людей задействовано. Вот, поэтому все основные площадки работают, там, грубо говоря, 8 часов, а исторические события и реконструкции происходят раз в час так, чтобы один человек мог обойти все в промежутках и посмотреть, в принципе, все исторические реконструкции. Наверное, самое позднее закончится салютом. Не угадал. Нет, у нас вместо салюта... У нас вместо салюта на пространстве происходит. Война, война большая. Самое крупное сражение традиционно посвященное Великой Отечественной войне, оно где-то в 5-6 обычно. В 17-м. В 17-м в этом году он пока стоит по графику. И техника участвует. Самолет был в прошлом году. У нас уже все, у нас уже вот, как бы, там, немцы вот такими глазами смотрели на пикирующие на них по-2, который очень хорошо. Он невысокий, да, как бы, невысоко летает, медленно идет, отлично взаимодействует с поляной, с площадкой, с тем, что происходит на поле боя. Это одна из крупнейших реконструкций. Танки точно будут, пушки точно будут, пулеметы будут, русские будут, немцы будут. Будем делать что-то типа боя в окрестностях Сталинграда. Потому что у нас 75 лет победы в Сталинградской битве в этом году. Мы хотели вот отдельно как-то какой-то кусочек этого сражения зрителям показать. Руководители организационного комитета 7-го международного военного исторического фестиваля «Сибирский огонь» у нас в гостях. Это Юрий Ермолаев и Алексей Рогалев. Еще раз доброе утро, друзья. Доброе утро. Обсудили уже огромное количество эпох, которые будут представлены в этом году на реконструкции. Кстати, 11 июня она проходит. Фестиваль «Сибирский огонь» в деревне Большой Йош, в Калманского района Сибирской области. Всех приглашаем. Нужно сказать, что это совершенно бесплатно предприятие для зрителей и участников. Это наш принцип. Да, это принципиально. Именно поэтому мы работаем с грантами, с правительством области, с российским историческим обществом, с российским военно-историческим обществом. Да, основная задача показывать ту самую историю, квинтэссенцию, из которой мы делаем такую выжимку. Самое интересное, за 6 часов можно показать, что мы в первую очередь стационарные площадки, какие-то интерактивы и, конечно же, сражения. А после этого уже начинаются разговоры и, в первую очередь, основная задача, на вопрос, какая ваша целевая аудитория. Целевая аудитория – дети с 7 до 77. Первые сроки от детства самые трудные. Ну, это, наверное, благодаря именно вашим связям с такими организациями и грантам, получается, раскрасить все настолько, чтобы была и техника, и масштаб. Да, конечно, конечно, конечно. Я представляю, там какие фотографии после мероприятия будут. Мушкетер в обнимку с русским солдатом. Викинги на броневике – типичный сюжет. Да, 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 ламскнефки, сидящие на танке. Это все, что любят. Рыцари на мотоцикле и так далее и тому подобное. Костюмы и вот эта техника. Каждый человек сам делает свой образ. И где взять вот это все, так сказать, правдоподобное? Надо сказать, что реконструкция – это дорогое удовольствие. Да, это хобби. То есть это не костюмы, это все-таки комплекты, да, восстановленные по археологическим находкам, потому что там реально, если шов был ручной, значит шов ручной. Сейчас стараются, то есть ткани, вот, например, у раннего средневековья – это домотканная ткань, которая сейчас производит вручную. Изучают все по истории и все это. И восстанавливают полностью технологию, да. То есть вот у нас как раз в 9-10 век можно будет посмотреть, они несколько вещей, как ручную красили ткань натуральными, природными красителями, как узоры наносили. Они это покажут прямо на фестивале типа мастер-классов. У нас вообще, кроме сражений, очень богатая программа. То есть у нас есть исторические танцы, да, чтобы девочки там у нас не скучали. У нас там для мальчишек маленьких есть детский рыцарский турнир обязательно, который там на мягком оружии проводится. Ну, потому что рыцари сражаются. Конечно, надо хватать, да, как бы меч и тоже кого-то, значит, побеждать. Вот. То есть в этом плане очень разнообразная программа. Мы сейчас, если начнем рассказывать, наверное, часа три это все займет. Средневековый пир, наверное. Есть. В том числе. Есть, не без этого, с жаровней, с поросенком. Без приборов. С поросенком, да. Приборы были замечательные. У нас, кстати, первый мультитул был найден еще по Древнему Риму. То есть римские легионеры имели что-то типа швейцарского ножа Викторинус. Есть археологическая находка. То есть нормальный складной ножик, вилка там, ну и так далее. То есть это все было нормально, люди как бы кушали с приборами. Седьмой фестиваль уже. И каждый год это разные эпохи или одни и те же. По какому принципу вообще вы выбираете, что в этом году реконструировать? Все очень просто. Мы начинали именно с четырех эпох. Это все, что мы могли собрать по Сибири. Тогда еще без привлечения других городов. И Дальнего Востока не было. И стран. А потом постепенно наращивалась вот эта масса реконструкторов, которым интересно приехать, посмотреть и себя показать. Соответственно, вот от четырех эпох дошли до девяти площадок. И охват у нас, собственно, от Дальнего Востока. То есть вся РФ от Дальнего Востока до Москвы и Питера. И Белоруссия, Казахстан, и Германия. Чехия. Чехия, Франция. Просто за счет популяризации, за счет того, что больше людей об этом узнают, больше устало каких-то желающих еще другое время затронуть. Ну, то есть сейчас иностранным реконструкторам интересно даже немножко за свой счет люди приезжают посмотреть на реконструкцию в Сибири, как это происходит. Потому что для них это вообще какая-то экзотика, что кто-то в Сибири занимается как бы исторической реконструкцией. Опять же, вдруг там Игру престолов будут продолжать. Нужно народ, да, собрать. Репетировать. Русских актеров же привлекали. Ну, конечно. Есть ли еще возможность поучаствовать именно в реконструкции? Не просто в интерактивах, а вот прям, если у меня, допустим, есть костюм, или я нашла его где-то, или я хочу вот с вами в боях поучаствовать? Очень много... Или уже поздно? Да не то чтобы. Поздно, во-первых, не бывает никогда. Что для этого нужно? Пока есть желание. К сожалению, за три недели вы не соберете комплект. Взять просто на погонять, это получится такой, есть термин, турист, рекон-турист. Приехать на посмотреть. Очень много, если мы говорим об участии в каких-то реконструкциях, мастер-классах, очень много времени тратится на изучение, на подготовку, на вообще понимание, чем ты занимаешься. Тогда в следующем году как принять участие? Могу кратенько, да. Вот как лучше всего сделать? Вы идете на этот фестиваль, смотрите все площадки, время есть, да. Выбираете то, что нравится, подходите к ребятам. Они то, что вам хочется попробовать, дают попробовать надеть, там, попозировать, я не знаю, там, с кольчугой, с тканью. В общем, то, что они предоставляют зрителям, они вам все предоставят. Дальше можно с ребятами просто договориться, где у них там группы в соцсетях, где у них точка, где они собираются, где у них точка, где они каким-то производством занимаются. Клубов, слава богу, сейчас много по разным эпохам в нашем городе, да, с ними можно договориться, потом прийти в клуб и вот как раз за год, за год хорошо можно подготовиться. Вообще, вот подготовка где-то год не меньше, то есть, в принципе, вот базовый комплект какой-то минимальный. Ну и чтоб мозги еще как-то... Конечно, чтобы понимать, чем ты занимаешься. Почитать, окунуться. Спасибо, друзья, мы, как и всех наших гостей, просим вас коротеченькую историю из жизни и так, чтобы забавно было в конце еще. Люблю я истории про викингов очень сильно, потому что с них я начинал свою историческую реконструкцию. Чуть больше 10 лет назад события происходили. Исторический фестиваль в Польше. В Польше на фестиваль идет корабль по Балтике. Дракар викингов, восстановленный по 9 веку. Естественно, на веслах гребут викинги, все в качугах. Останавливаются переночевать в маленьком польском городке, ну там тысячи три населения. К ним поднимается мужик в костюме, говорит, здрасте, я мэр, у нас завтра день города. Вы же у нас на денек задержитесь. Давайте мы, говорит, сделаем постановку, как викинги захватывают, значит, городок, да, берут, значит, рабынь, значит, соответственно. Мы там, вот вам адреса, как бы, по этим адресам, да, рабынь, да, берете, как бы, а мы, значит, поскольку сопротивляться вам не в состоянии, мы вам, значит, едой там, вино вам откупимся. Выкупим, да, их. И, соответственно, ну, это будет ваш гонорар, да. Мужики такие, не вопрос, остаются на ночевую, радостно. Утром встали, кочуги понадевали, топоры похватали, значит, идут по схеме, заходят в здание, выбирают девушку посимпатичнее, хватают, нежно связывают, тащат на корабль. В это время мы в мэрии начинают звонить те бабушки, которых назначили рабынями. Нас что-то никто не захватил. А в полицию городка приходят мужики и говорят, вы знаете, ну, я не знаю, как это описать, но мою жену только что в заложники взяли викинги. Украли викинги. Да, поскольку у них, ну, день города, мэрия вся такая занятая, то первая реагирует полиция. Приезжает в Дракару, значит, полный Дракар, значит, с симпатичными рабынями связанными. Мужики на борту, значит, стоят, полиция говорит, вы нам девушек-то отдайте, а те говорят, нифига, выкуп-то давайте, у нас же уговор. В общем, было очень весело. Недопонимание, но в итоге все решилось? Да, где-то вас непонятно, ну, конечно, выкуп забрали, во-первых. Выкуп забрали, пир герой, все счастливы. Девушек вернули, бабушек... А бабушек не забрали. Ой, с чем это могло закончиться? Это хорошо, что никто вам в спину не стрелял. Верните жену. Вы знаете, нет. Изюминка на торте, что часть девушек не хотела уходить. А-а-а, вот я про то, что кто-то сильно испугался, а кому-то понравилось. Очень понравились мужчины в кончиле. Спасибо большое. У нас в гостях были руководители организационного комитета 7-го международного военно-исторического фестиваля «Сибирский огонь» Юрий Ермолаев и Алексей Рогалев. 11 июня приезжайте в Большой Айош. А-а-а «Сибирский огонь». Продолжение следует...